Здравствуйте, уважаемые телезрители! И в эфире программа «Мы делаем клонас точным». Ее ведущий Сергей Валдайский, Ирина Фаер. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра связи и телекоммуникации Республики Дагестан, Гимбат Магомедович Гимбатов. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о сетях высокоточного позиционирования. Но для начала, вот, Сергей, вам как эксперту вопрос, что это в общем в целом, чтобы понимать. Да, я в двух словах попытаюсь раскрыть эту тему. Сеть высокоточного позиционирования — это наземная инфраструктура, которая призвана формировать поправки в заданном регионе для уточнения координат того или иного объекта или того человека. Допустим, кадастровый инженер, проводя работу, должен точно знать, вынося в натуру, координаты того места, где он находится. Соответственно, его ровер, получая координаты со спутниковой группировки GPS или GLONASS, обладает некой погрешностью, которая вызвана той ионосферой, теми радиосигналами, которые находятся, грубо говоря, в воздухе над его головой. Вот наземная инфраструктура, она призвана сформировать соответствующую поправку тем координатам, которые он получил своим роверам, и, соответственно, ровер в дальнейшем уточняет их. Если говорить о принципе действия, допустим, одной из базовых станций сети, то он достаточно прост. Базовая станция, зная свои точные координаты, постоянно меряет отклонение того сигнала, которое она сейчас получила со спутниковой группировки относительно эталонных координат, которые она знает. Вот эта погрешность и есть та самая поправка, которая в дальнейшем передается потребителю, и, соответственно, в заданном радиусе определенным этой поправкой можно пользоваться. Да, очень интересно. Давайте тогда, Гимбат, обсудим, как обстоят дела с этими интересными технологиями в Республике Дагестан. Вы знаете, на данный момент в Республике Дагестан мы находимся всего лишь в начале пути. Тем не менее. Да, тем не менее, у нас уже имеется принятая программа по комплексному внедрению и использованию спутниковой технологии ГЛОНАСС на 2012-2014 годы. Уже на данный момент проведены некоторые работы. В частности, в 2011 году мы оснастили автомобильный транспорт, перевозки учащихся спутниковым оборудованием, порядка 107 единиц. Сейчас, на данный момент, в рамках данной программы мы собираемся реализовать уже комплексную, поставить комплексную систему навигационную. Дополнительно в рамках данной системы развернуть систему мониторинга уже непосредственно других видов транспорта. Это и автотранспорт ЖКХ, и дорожная техника, и сельскохозяйственная техника. У нас, соответственно, понятно, как у всех регионов в Дагестане есть некие проблемы с финансированием, поэтому мы не подали заявку на получение федеральных субсидий. В этом году, в 21 декабря 2013 года, между правительством Республики Дагестан и Министерством транспорта Российской Федерации было подписано соглашение о получении субсидий, развитие навигационно-информационного обеспечения, автомобильных маршрутов по транспортным коридорам. Есть такие транспортные коридоры, которые проходят через всю нашу страну, называются север-юг, запад-восток. Естественно, Дагестан, как самый южный регион, автоматически попадает в данный коридор, который, я бы даже сказал, является кому как угодно, или входом, или выходом, то есть такой начальной или завершающей точкой. Вот на данный момент, соответственно, мы как раз заняты этими вопросами, и в этом году собираемся реализовать эту программу полностью. Надеюсь, у нас получится. Да, 100%. А каковы были предпосылки к принятию данной программы? Что побудило заняться данной тематикой, в общем? Вы знаете, данная программа была принята еще в 2011 году. Я подключился непосредственно уже только в 2013 году. Но я так предполагаю, что, естественно, сами предпосылки создания были, и требования, которые имеются на данный момент о создании навигационной системы. По большому счету, надо отметить, что данная программа велась очень вяло, и, понимаете, местная власть еще не совсем осознает значимость и необходимость ее. Поэтому как-то так совпало, что, вернувшись из Москвы, я непосредственно работал в Москве порядка пяти лет, и занимался как раз смежной тематикой. И я как-то подхватил и начал этим заниматься. Поэтому предпосылки, я думаю, каких-то таких специальных указов или специальных решений, которые были приняты на нашем местном уровне, не было. Ну, сама необходимость заставила нас. Естественно, если уже как-то детально обсуждать, то предпосылки вопрос безопасности на дорогах основной вопрос. Это вопрос о потребности, да? Какие потребности регионы? Естественно, это все стоит на первом месте, потому что спутниковая система ГЛАНС, она в первую очередь как раз будет стоять на страже здоровья и жизни. Я буду говорить, перед тех всех людей, которые являются в дороге, понимаете, очень много людей гибнет. Поэтому безопасность, развитие инфраструктуры, транспорта, инновационное развитие, как-то вот эти основные критерии заставили нас двигаться. Гебат Маганев, скажите, были ли какие-то нюансы, возможно, трудности, которыми пришлось столкнуться на первых этапах при запуске реализации данной программы? Трудности, естественно, как в любом деле, они были. Я даже скажу, что они еще есть. И это хорошо, потому что любое большое дело, а главное, именно к этому делу относится, оно сталкивается с трудностями. Если остановиться на каких-то отдельных взятых трудностях, но в первую очередь, вы знаете, немножко странно, конечно. Я сам вышел из бизнеса, пришел не по СМИ связи, и пришлось сталкиваться на каждом уровне с неким затормаживанием. Не специально, просто вот так у нас, к сожалению, система работает в некоторых моментах. Основные трудности как-то были связаны с этим, но мы их очень успешно преодолели. Просто коммуникации переводились уже на личный уровень, приходилось лично ходить, объяснять, вплоть до редакторов, вы знаете, юристов, говорить, что это очень важно, это нужно очень быстро, потому что получение субсидий, это есть оформление заявки вовремя подданной, правильно оформленной, соответственно, потом отправить. Такого рода трудности, они такие приятные хлопоты, я бы даже не сказал, что это были какие-то трудности. Ну, если, конечно, наверное, основная трудность все-таки была проблема с финансированием республиканского бюджета, со финансированием, но мы ее тоже успешно преодолели, вот, благодаря проведенным совещаниям, объяснили и президенту республики Дагестан, и председателю правительства, они услышали нас, поняли важность этой программы, и помогли, соответственно, вот все трудности, которые были. Но я предполагаю, что основные трудности еще впереди, потому что само создание, оно есть основной процесс, вот, как-то так. Административно-технического плана. Да, административно-технического. Понятно. А вот можно ли немножко поподробнее, какие цели в программе, в принципе, поставлены, и каких результатов в конечном итоге хотите достичь как для правительства, так и для хозяйствующих субъездов? Основная цель, это, естественно, повышение безопасности жизнедеятельности населения на транспорте, на всей территории республики Дагестан. Вот, мониторинг всех этих процессов, которые происходят в секторе транспорта, контроль за передвижением. Что в этом, соответственно, в этом ключе, что будет предпринято? Ну, мы будем оснащать, в первую очередь, будем оснащать автотранспорт навигационным оборудованием, будем создавать систему, общую, целостную систему по республике Дагестан, которая будет в себе включать всю единую базу всего, в первую очередь, автотранспорта, соответственно, то же самое, и система высокоточного позиционирования, потому что вопросы, очень острые вопросы земли возникают, вот, межевание земли. А, вот, кадастровая работа. Да, 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 кадастровая работа как раз вот в рамках, и мы в рамках нашей программы, естественно, данные мероприятия тоже заложили по созданию системы высокоточного позиционирования. Очень правильное, нужное дело. Вы понимаете, что сейчас ситуация в республике маломальски не очень, ну, она преподносится, может быть, как-то чересчур преувеличена, но в любом случае такие процессы имеют место быть, и основной вопрос — это безопасность. Будь то на дороге, будь то вне дороги, естественно, порядок передвижения, контроль, соответственно, скорость реагирования при ЧАЭС на дорогах, передача информации, полученная с места ДТП на пульты, соответственно, переведением этой информации дальше службам экстренного реагирования. Безопасность — это в первую очередь. Развитие всего транспортного комплекса в целом — это, естественно, является уже задачей такой, идущей вслед, как мы ее решаем как локально в рамках республики, так, естественно, и глобально в рамках страны, потому что, как я уже и говорил, республика Дагестан — это южный форпост, и очень большой транспортный поток через республику ежедневно, ежегодно проходит. Очень важно для развития транспортной инфраструктуры наличие данной системы, развитие этой системы, вот, и надо понимать, что, дай бог, когда мы ее реализуем в этом году, это не означает, что мы больше никаких мероприятий, никаких средств, сил тратить дальше для развития ее не будем. Естественно, она будет... Это начало некое. Да, она будет развиваться. Плюс еще понимание, если взять, в общем, целостное понимание, что такое глонасс республики, пока оно очень на низком уровне находится у людей. Кроме первой ассоциации, которая возникает у людей, когда они слышат глонасс, это спутники, которые запущены на орбиту, непонятно, что они выполняют. Вот. Естественно, это уже... Дальше мы будем некий такой инновационный продукт являться для республики. Вот в этом плане тоже очень полезно и необходимо. А так уже по ходу реализации, я думаю, мы сами будем понимать какие-то дополнительные преимущества, которые данная система нам даст. Помимо того, что я перечислил, вот такие вопросы мы надеемся решить. А как вы объясняли, да, вот вы говорите, человек бизнеса, да, из бизнеса пришли. Как вы объясняли вот руководящим структурам целесообразность применения? Очень любопытно у нас... Как убедить, собственно. Да, данный процесс очень интересно проходил, вы понимаете. Я где-то в марте приступил к исполнению своих обязанностей. И подача заявок, мы немножко по срокам ее как-то пропустили. Министерство связи и телекоммуникации Республики Дагестан. Это новый орган, он был создан только в феврале. Вот, естественно, понимаете, пока... И уже столько успели. Да, ну, пока еще ничего не успели, да. И надо понимать, что когда создается новая структура, пока организационные вопросы решаются, как-то вот данный вопрос, он был упущен. И, слава богу, мы заметили, обратились. Мы сразу же, соответственно, составили письма, обратились к президенту, к председателю, они были подписаны, отправили эти письма в адрес и председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Натальевича Медведева, и Минтранс, где непосредственно эти субсидии выдавались, и эти заявки формировались. Вы знаете, нас услышали, включили. Все-таки, я думаю, конечно, хочется верить, что это благодаря нашим усилиям только. Но нам очень повезло, потому что целый ряд регионов, которые вместе с нами в второй очереди были включены в эту программу. Вот, там были довольно-таки очень... В принципе, изначально вопрос стоял, чтобы обеспечить навигационно-спутниковую поддержку автомобильных дорог по этим транспортным коридорам. Гимбат, я сейчас вынуждена вас прервать, у нас рекламная пауза. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Уважаемые телезрители, мы продолжаем программу. Мы делаем ГЛОНАСС точным, и в студии ее ведущие Ирина Фаер и Сергей Валдайский. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Гимбат Магомедович Гимбатов, первый заместитель министра связи и телекоммуникаций Республики Дагестан. Хотелось бы немножко касаться о тех потребностях Республики Дагестан в прикладных космических технологиях, в общем, и в частности потребностях по технологиям высокоточного позиционирования. Мне известно, что данные технологии широко на территории Российской Федерации используются геодезистами, кадастрами инженерами, в вопросах межевания, где геодезическая точность уже не устраивает. Хочется более точных результатов, субдециметровых, на 1-3 сантиметра. Такие технологии опробуются и уже нашли некое применение в сельском хозяйстве для точного земледелия, параллельного вождения, то есть по большому счету растеневодства. Например, такие технологии широко применяются строителями, но в большей степени, наверное, для контроля не только плановых, но и по высоте показателей, для экономии материалов соответствующих по выносе, скажем так, будущих трасс, сооружений, дорог в натуру, скажем так, с карты на местность. Есть потребности, и они достаточно могут полно быть закрыты комплексом, в состав которых входит высокоточка по мониторингу критически важных объектов. Вот что для республики из того набора? Может быть, что-то новое вы могли бы нам сейчас рассказать и нашим телезрителям? Вы знаете, в вопросах создания данной системы высокоточного позиционирования и ее использования, помимо основных, о которых мы здесь упоминали, о межевании земель, естественно, Республика Дагестан рассчитывает и успешно использовать ее во многих других направлениях. В частности, если речь идет о мониторинге критического состояния объектов, мы сразу на ум приходят те гидроэлектростанции, которые есть в Республике Дагестан. Это очень сложные, очень важные объекты, естественно, следить за их состоянием. Также, знаете, много на данный момент тоже идет строительство этих ГЭС, так называемые мини-ГЭС. Они создаются, я так понимаю, что не только в мониторинге, но и в процессе создания данная система может быть очень полезна. И мы рассчитываем, естественно, ее использовать в данном направлении также. Это и многочисленные дороги, которые имеются в Республике Дагестан. Основная территория у нас равнинная, но все же очень большая часть — это горные районы. Горные районы — это сложные дороги, это строительство данных сложных дорог. Это безопасность, да. Недавно у нас был очень неприятный случай, обвал породы, очень большой обвал. Соответственно, я так понимаю, что данная система нам также поможет контролировать некие сдвиги породы, которые будут наблюдаться во время работы, проведения взрывных работ. Сельское хозяйство вы упомянули. Также сельское хозяйство тоже, естественно, мы рассчитываем получить положительный эффект. Но, естественно, все это мы будем использовать. Просто как-то вот конкретизировать все те показатели, которые мы намереваемся, немножко сложно. Но в целом все то, которое я упомянул, я так полагаю, включает те же самые приливы, отливы. И у нас, знаете, основная часть Дагестана — это прибрежная часть, Каспийское море, имеются инженерные сооружения, порт махачкалинский. Поэтому я так полагаю, что данная система будет очень полезна. Обширно применяться. Обширно применяться, да. Естественно, опыт других регионов будет учитываться. И, может быть, в дальнейшем сотрудничество с регионами, граничащими с республикой, с нашим субъектом. Поэтому я так предполагаю, что у нас данное направление будет очень интересной платформой работы. — Гиман Магомедович, позвольте немножко вернуться к началу разговора и уточнить. В рамках реализации программы, которая у вас в республике принята, именно этап по высокоточке. Какие мероприятия уже проведены, что планируется? То есть текущее состояние, скажем так, того проекта по созданию высокоточного принципа. — На данный момент, кроме того, что мы включили создание системы высокоточной позиционерной программы и заложили под данное мероприятие средства порядка 40 миллионов рублей, говорить о каких-то конкретных результатах, реализованных рано. Я так понимаю, что учитывая, что вся программа у нас составляет порядка 185 миллионов, что мы выделили на систему высокоточного, порядка 40 миллионов, говорят о том, что это очень важный и нужный элемент. — Вы упомянули о том, что обращали внимание на опыт других регионов. Могли бы немножко раскрыть тему? — Очень даже большая правительственная делегация выезжала в республику Татарстан. Ну, так сложилось, что Татарстан у нас является флагманом информационных технологий, грубо говоря, телекоммуникационных систем. И во главе с президентом. Они наблюдали в Татарстане все данные, созданные и функционирующие уже системы. Это касается не только, грубо говоря, систем высокоточного позиционирования. Много разных вопросов они там обсуждали. Это и госуслуги, и IT-парки, в том числе и служба экстренного реагирования по единому номеру 112, которая, как вы знаете, потом в дальнейшем будет уже привязана к системе Аэроглонас. Конечно, понравилось то, что эту систему можно использовать в всех тех направлениях, которые мы обсуждали, и межевание, и безопасность, и контроль, и мониторинг. И, как вы знаете, каждый хочет, чтобы у него в регионе, каждый руководитель региона, как и каждый хозяин своего дома хочет, чтобы у него в регионе было самое лучшее, самое современное. Отставать никто не желает. Хоть еще, знаете, мало понимают, но страстно желают. Еман Магомедович, а если вот обратить внимание на Северокавказский федеральный округ, так сказать, на свой дом, я вот знаю, что сейчас наметилась некая тенденция, как за рубежом, так и у нас в России, это объединение с субъектами Российской Федерации тех сетей, которые уже созданы. Есть ли уже понимание, допустим, в Северокавказском федеральном округе, что такая вот идея приживется или не приживется? Как относятся ваши соседи к вашим начинаниям? То, что касается Северокавказского федерального округа, конкретно по системам позиционирования, к сожалению, на данный момент пока еще таких плотных контактов у нас нет. Но могу сказать, что, к примеру, делегация из Ингушетии была у нас, вот, и мы их ознакомили с нашей программой. Они также сказали, что у них есть в планах реализации схожие программы и, естественно, любая, я так понимаю, программа, которая включает в себя создание спутника навигационной технологии GLONASS, она подразумевает создание системы высокоточного позиционирования. Но наши контакты, они как-то на таком очень раннем этапе. Естественно, в будущем при наличии уже функционирующих систем мы бы хотели в рамках ЕСКФО и в рамках, естественно, всей страны объединить это в некое единое поле, чтобы как-то это функционировало, обмениваться опытом, помогать, поддерживать друг друга. Потому что вы понимаете, что регион, в принципе, он и сейсмоопасный тоже. У нас периодически случаются землетрясения. Я думаю, в рамках предупреждения борьбы с последствиями тоже данной системы. Безопасность, да, вопрос. Кругом. Знаете, это основной момент, я так понимаю, всей жизнедеятельности, человеческой безопасности в первую очередь. Вот. Как-то так. А как в конкретных подписанных соглашениях или проведенных встречах, проведенных встречах на более высоком уровне, пока говорить рано, но желание… Начало положено. Да, намерение такое есть. А со стороны бизнеса, вот в родной республике, есть ли, там, ощущаете какую-то поддержку, да, вот своим начинанием это? Вы рассказывали, что вот ходили и общались, да, приходилось там лично приходить к тем или иным там людям в правительстве, рассказывать про технологию, показывать, как это выгодно. А вот, скажем так, те люди, для кого вы стараетесь, вы делаете те хозяйствующие субъекты, скажем так, малый, средний предприниматель, возможно, крупный бизнес. Я знаю, что он, так сказать, уже в курсе, да, многие, во всяком случае, в курсе об этой технологии. Ощущаете поддержку, вот так сказать, снизу, да, вот своим начинанием? Вы знаете, хоть я и родился в республике, прожил там 26 лет, после моего возвращения в республику, у меня, может быть, тоже какое-то такое впечатление было, что людей, понимающих, что такое информационные технологии, современные информационные технологии в республике, нет. Они есть, и их очень много, вот, и то, что касается бизнеса, те люди, которые занимаются схожей тематикой, вот, они прекрасно понимают, насколько это нужно, полезно, важно. А если говорить уже более конкретно, то я хочу сказать, в частности, мы же занимаемся реализацией данной программы совместно с членом некоммерческого партнерства по развитию ГЛОНАСС, ООО «Сумма Телеком». Данная компания как раз и является своим инвестором. Она инвестирует в реализацию нашей программы, в частности, 78 миллионов рублей, сумма эквивалентна федеральным субсидиям. Поэтому то, что касается бизнеса, есть четкое понимание, вот, в частности, данной компании, что эта система нужна, что ее нужно создавать. Вот, если компания готова инвестировать такие большие деньги, понимаете, что это очень важно и нужно, несмотря на то, что они являются, как говорится, членом некоммерческого партнерства по развитию ГЛОНАСС, и, может быть, кому-то покажется, что они обязаны это делать. Никто у нас не заставляет никого. Это есть бизнес, бизнесмен, представитель бизнеса сами решает, куда им министировать свои средства. Вот, понимание есть, поддержка тоже есть. Вот, и я очень рассчитываю, что то, что касается, допустим, транспортного сектора, те люди, которые, предприниматели, которые имеют автомобили, перевозку, автобусные перевозки, таких очень много, поверьте мне, очень быстро валются в нашу систему, подключатся к нашей системе и будут получать все блага, которые она дает. Спасибо. А в эфире была передача «Мы делаем ГЛОНАСС точно». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok